Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго-доброго времени суток. А я сейчас пересматривала свою коллекцию книг о королевской чете. Много чего интересного нашла, но хочу поделиться с вами. Я там ещё одну статью перевела королевского повара. Это у меня чета, английская чета, королевская. Вот где высшее общество. Вот оно, где высшее общество. У меня здесь, кстати, уникальные, абсолютно уникальные фотографии. И не только фотографии, и истории. Вот где высшее общество. Вот оно. Не тот клоунский парад, который по телевизору показывают и рассказывают про жён олигархов, про горе олигархов, которые наворовали миллионы за счёт коррупции, за счёт разворовывания того, что было там в Советском Союзе и прочее. Нет, не об этих клоунах идёт речь. Речь идёт о помазанниках божьих. И речь не идёт о тех, кто напечатал себе справки, что они теперь дворяне, а они давно были шариковыми. Нет. Нет. Те дворяне, которые были, их либо расстреляли, либо уничтожили. Их нет. Нет. И быть не может. Понимаете? В странах бывшего Советского Союза. Вот где остались. Вот где ценили своих монархов. Где с них пылинки сдували. И сдувают сейчас. Ну, ладно. Ближе к телу и ближе к делу. Ну, а мой кофе готов. И давайте приступим. Итак, вот они, аристократы, красавцы, помазанники божьи. Давайте посмотрим. Кстати, она родственница Николая Второго. Чтоб вы знали. Королева Елизавета. Елизавета Вторая. Давайте посмотрим, как она выглядит. Вот это 2016 год. Потом я вам покажу фотографию 2017 года. Она выглядит потрясающе. При светлой памяти, трезвом уме. У неё память вообще, описывают, что великолепная. Поэтому мои аплодисменты её диетологам. И, конечно же, её поварам. Вот так, дорогие мои, должны выглядеть женщины в 92 года. А вот её супруг рядом. Он ещё старше её. Но он придерживается другого рациона, нежели королева. Королева очень щепетильно относится к своему питанию. Она и по сей день издаёт указы. И по сей день она встречается с премьер-министром и обсуждает очень важные вопросы. Это мама троих детей. Если вы думаете, что у неё один принц Чарльз, нет. У неё трое деток. Посмотрите, как она радуется, когда появились самолёты. Посмотрите, в небе вот. И они ей отдают честь. И возле дворца, возле дворца делают всякие петли. Посмотрите, с каким интересом каждый раз. Теперь вы видите, как она хороша. 92 года. Ну, как же она хороша. А теперь, дорогие мои, давайте обратимся к её рациону. Потому что рацион у неё во многом похож с моим. Я была просто поражена, когда перевела статью. Думаю, ну, как же я в точку попала много-много лет тому назад. Не упустите свой шанс выглядеть отлично в 92 года. Многие полагают вообще, что члены королевских семей с утра до ночи лакомятся лишь самыми изысканными и баснословно дорогими блюдами. Всякими там, я не знаю, рябчиками с ананасами, трюфелями. Да, фуа-гра. Вот и нет. У большинства из них обычный рацион. Вот взять, к примеру, возьмём вот королеву нашу, Елизавету Вторую. Кстати, Елизавету Вторую, знаете, как на самом деле у неё полное имя? У неё полное имя Елизавета Александра Мария. Она не гурман. Эта чудесная женщина ест, чтобы жить, а не наоборот. В отличие, например, от принца Филиппа, вот оно и видно. Видите, как, вот насколько разные. Посмотрите, лицо принца Филиппа, вот эти вот синяки и всё это и королевы. Почему настолько вот такая разница? Почему? Потому что её королевский шеф-повар Даррен МакГрэдди, вот он рассказал, герцог эдинбургский, супруг Елизаветы Второй, принц Филипп, он обожает есть, кушать обожает и готов целый день говорить о еде. Это было написано в британском издании The Independent. А я рассказал об этом бывший шеф-повар королевской кухни, вот Даррен МакГрэдди. И ещё он добавил, что её величество очень дисциплинировано и старается соблюдать главное правило своего питания. Поменьше крахмала. Вот то, что у меня отсутствует. Так что в меню королевы не бывает картофеля, риса и макарон. А вот что входит в типичное меню Елизаветы Второй, мы сейчас узнаем. Даррен МакГрэдди рассказал. Первое, записывайте, девочки, картофель, рис и макароны убрать из меню. Но я бы тут добавила, коричневый рис или пропаренный можно оставить, там уже нет никакого крахмала. А вот картофель и макароны убираем. Это королевская диета. Мне нечего убирать, потому что картофель, я всегда говорила, это самый опасный продукт. В нём столько крахмала. И когда этот крахмал попадает в кровь, он превращается в сахар. Вот, а сахар прекрасная среда для питания раковых клеток. А также, у кого сахарный диабет и прочее, это ещё усугубляет. Это касается риса белого, это касается макарон. Я макароны не люблю. Вообще никакие. Ни тёмные, ни светлые, ни серо-бурмалиновые. Никакие. Когда-никогда могу гречневую лапшу купить. Японскую. Вот и всё. Вот и всё. Итак, с этим мы разобрались и записали. Теперь Даррен Макгреди рассказывает нам за завтрак. Ну, давайте, давайте полюбуемся ещё раз этой милой женщиной 92-х лет. Посмотрите. Бесподобная вообще эта королевская чета. Да, она мне так нравится. Такие они красивые. Такие они милые. На завтрак. Что же она кушает? А королева начинает свой день с чашечки чая с печеньем. Да, 92-х летняя монархиня предпочитает свежезаваренный чай с маслом бергамота. Без молока, как ни странно, и без сахара. Чай по утрам ей приносят в чашечки из костяного фарфора. Какая же это красота. И немного спустя, через некоторое время, Елизавета Вторая переходит к более плотному завтраку. Обычно это зерновые хлопья с фруктами. Это может быть даже и овсянка с фруктами. Но иногда королева просит принести ей тосты с джемом или омлет с копченым лососем и трюфелями. Кстати, омлет повару надлежит готовить исключительно из коричневых яиц. По мнению монаршей особы, они вкуснее белых. И заметьте, именно коричневые яйца. Так и запишем. Лосось. Она любит лосось. Утро. Омлет, копченый лосось и трюфели. Вы знаете, все это бесподобно и полезно. Особенно лосось. Омега-3. Королева любит рыбу. Об этом пишет ее повар. Выбирает блюдо королевы дважды в неделю. Повар приносит ей варианты меню. А Елизавета II помечает галочкой те кушания, что ей нравятся, а которые не по вкусу просто вычеркивает из списка. Итак, обед. Обед у нее довольно простой. Обычно это рыба и много-много овощей. Особенно Елизавета II любит камбалу. Рыба обычно запеченная. А на гарнир много шпината и кабачков. Иногда цветная капуста, морковка. А еще она неравнодушна курочке с салатиком из свежих овощей. Вообще она кушает много овощей. Итак, друзья мои, 5 часов. 5 о'clock tea. Это британская традиция пить чай в 5 часов вечера. И эта традиция жива по сей день. По крайней мере там, где обитает королева Великобритании, в Букингемском дворце и Виндерском замке. Ровно в 5 часов для Елизаветы II сервирует стол. Помимо чая, там можно найти различные легкие закуски. Вот такие, как вы видите. Например, канапе с огурцом, с лососем. А еще яйцами, ветчиной. Так что, да, некоторые сейчас ужаснутся. Да-да-да, вот так. Лосось – любимая рыбка королевы. Поэтому ее мозг работает хорошо. Омега-3 делает свое дело. Не зря я об этом очень часто говорю. Вы знаете, так же добавляется и майонез. Исключительно домашний из своих яиц. На стол обычно кладут и сладкие мини-бутербродики с малиновым вареньем. Иногда королева позволяет себе и кусочек любимого бисквитного тортика. Вы знаете, именно такого тортика, который был подан гостям на свадьбе принца Уильяма. Вот свадьба принца Уильяма. Боже, какие они красивые. Вот это высшее общество. Без надутых губ. Без вот этих вот, я не знаю, что делают с грудьми. Это не грудь, а кошмар, что сейчас придумывают девчонки. С губами, что они со своими творят. Между бровями надувают себе эти... Закачивают. Вот, вот она красота. Да, смотришь на Кейт Миддлтон и понимаешь, вот где аристократия, вот где высшее общество, вот где дворянские корни. Ну, а вот он и тортик. Давайте посмотрим. Бисквитный торт. Шикарный торт. Ну, теперь фрагменты посмотрим, потому что это произведение искусства. Это произведение искусства. Ну, и вот так тоже мы на него посмотрим. Бесподобный тортик. Итак, в общем, от тортика она тоже может от маленького кусочка, именно бисквитного, не отказаться. Именно такого же, который был подан гостям, вот, как вы видели, на свадьбе принципа Уильяма и Кейт Миддлтон. Кстати, вот малюсенький кусочек вот этого тортика, который был на свадьбе, со свадьбы внука, был продан одним из предприимчивых гостей торжества за 1917 фунтов. То есть он взял кусочек торта со свадьбы и продал. Вот такой вот предприимчивый гость оказался. 1917 фунтов за кусочек свадебного тортика. Что такое 1917 фунтов? Это, ну, где-то 64 тысячи гривен. Я не знаю, сколько это в рублях, я не знаю, сколько это в другой валюте, но это 64 тысячи гривен. Ну, надо же. Ну, и теперь записываем ужин. А вечером Елизавета II предпочитает кусочек, небольшой кусочек отрезать от филе говядины, либо оленины или фазана. Обожает и гельский стейк, но очень редко. А еще королева любит воскресное жаркое. Это такая давняя британская традиция в последний день недели подавать к столу облегченный вариант рождественского ужина. Елизавета II просит своего повара, чтобы мясо было хорошо прожаренным, без крови. Вот это вот единственный минус, который она сама считает. Вот жареное мясо. Обычно она любит вот типа буженины. То, что вы сейчас видите запеченное, сделано хорошо. Но вот бывает и такое. Кроме того, она не приемлет в блюдах много приправ. Сильно острая она не ест. И завершает ужин десерт. Обычно это либо клубника из королевской резиденции Балмурал в Шотландии, либо белые персики из оранжереи в Виндзорском замке. Вы знаете, не понаслышке. Домашние персики самые лучшие. Я выращиваю персики. И белые, и черный принц тоже у меня есть. Самые лучшие это свои персики. Причем никогда не обрабатываю ничем. Ну и домашняя клубничка. Что может сравниться? Королева умница. Она понимает. Кстати, она обожает также шоколад. И ей не важно, люксовый это бренд или просто плитка из английского магазинчика лондонского. Она может позволить себе выпить стакан шампанского. Но это такая редкость. Это я не знаю, это должна быть свадьба принца Уэльского или еще что-то. Посмотрите, как королева тщательно выбирает рыбку. Она очень любит рыбу. Вот. Пожалуйста. Рыба должна быть только морская. Вообще королева много ест рыб. Вот эта фотография, которую вы сейчас видите, это 2018 года. Сейчас. Какая же она потрясающая женщина. Вы знаете, стоя аплодируем королевскому диетологу и самой монаршей особе. Ее бодрость в 90 лет говорит о том, что такое питание абсолютно правильное. И самое главное, индивидуально подобранное. Отсутствие крахмала меня ругали, когда я рассказывала, что самый опасный продукт картофель, что там солонин, что его есть нельзя. На меня такое писали девчонки и мальчишки. Оказывается, королева Англии, сама королева Англии, картофель не употребляет. Отсутствие крахмала сильно сказано, потому что канапе, печенье, бисквитики – это тоже как бы крахмал, но она почти их не употребляет. Ее канапе – это огурчик с лососям. Вы представляете? Огурчик, а на него небольшой кусочек лосося. Вот ее канапе. Вот так вот. В большинстве своем это практически идеальное питание. Полноценный белок, при этом из нежирного мяса или рыбы с овощами. Она любит много овощей. И даже иногда, ну, редко, конечно, аперитив и бокал шампанского. Ладно, приветствуем. А вы знаете, главное – питание королевы простое. Все блюда с минимальной термической и кулинарной обработкой. Если мясо, то запеченное. Если овощи, то сырые. Соблюдается схема, рекомендуемая большинством диетологов. Это 10% дневного рациона на удовольствие. 10%, даже меньше. Печенье, бисквитик, шоколад. Это не значит, что она ест много шоколада. Одна кусочек, маленький кусочек может себе позволить. И даже домашний майонез. Вряд ли королева ест там какие-то соусы, которые продаются в наших магазинах. Или искусственное на порошке так называемое молоко. Или так называемый кефир тянущийся, сделанный непонятный из каких бактерий. В общем, и вообще кефир ли это? Я предпочитаю только все фермерское. Я езжу по людям и покупаю у них. Очень строго стараюсь следить за рационом. Потому что во многом зависит от нас то, что мы вкладываем в себя, в свой организм. И даем своим близким. Будьте аккуратны. Будьте внимательны. Максимально внимательны. Потому что кто, как не вы, прежде всего, наносите вред своим близким, родным, деткам. Когда кормите, лишь бы отвязался. То, что я называю, лишь бы отвязался, это отварить макароны, пожарить картошку, пожарить мясо и котлеты. Это лишь бы отвязался. А потом работать на аптеку. Подумайте. Питайтесь, как королева. И живите так же долго и плодотворно. Не забывайте, что настоящий майонез готовится исключительно из оливкового масла, яиц и горчицы. Что там вредного? Да ничего. Будьте благословенны. Получайте удовольствие от того, как вы подготавливаете свой, свой личный чай. Подбираете. Собираете ингредиенты. Не покупайте вот эту китайскую отраву. Займитесь, займитесь собой и своими близкими. И буквально через несколько месяцев вы уже себя не узнаете. Свет лица изменится. Вы расцветете. Кожа начнет блестеть от здоровья, а не от жира. А я люблю вас. Будьте благословенны. Вы и ваши близкие. Дай Бог каждому вот так 92 года выглядеть, как выглядит королева. Люблю вас. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова